Бытие, глава 30. И дала она Валлу служанку свою в жену ему, и вошел к ней Яков. Валла зачала и родила Якову сына. И сказала Рахиль, — Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, поэтому нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Валла служанка Рахилина другого сына Якову. И сказала Рахиль, — Борьбою сильною боролась я с сестрой моей, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою зелфу и дала ее Якову в жену. И зелфа служанка Лиина родила Якову сына. И сказала Лия, — Прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И родила зелфа служанка Лии другого сына Якову. И сказала Лия, — К благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. И нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, — Дай мне мандрагоров сына твоего. Но она сказала ей, — Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего? — Рахиль сказала, — Так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего. Яков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала, — Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала, и родила Якову пятого сына. И сказала Лия, — Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку моему, мою мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар. И еще зачала Лия, и родила Якову шестого сына. И сказала Лия, — Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов, и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь, и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала, — Снял, Бог, позор мой! И нарекла ему имя Иосиф, сказав, — Господь даст мне и другого сына. После того, как Рахиль родила Иосифа, Яков сказал Лавану, — Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай же жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. И сказал ему Лавану, — О, если бы я нашел благоволение пред отчами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. И сказал, — Назначь себе награду от меня, и я дам. И сказал ему Яков, — Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне? Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома? И сказал Лаван, — Что дать тебе? И Яков сказал, — Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами, с крапинами и с коз. Такой скот будет наградой мне. И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. «Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черная, краденая это у меня». Лаван сказал, — Хорошо, пусть будет по твоему слову. И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Яковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот лавану. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый и с крапинами и с пятнами. И отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту лаваному, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот лавану, а крепкий Якову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Продолжение следует...